Это новости на телеканале Губерния 33. Студия Алексей Дудин. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. С 8 апреля у 23 автобуса временно изменится маршрут, а именно направление на участке от остановки улицы Мира до остановки Родник. Теперь автобус будет ходить через остановки Всполье и площадь Ленина. Далее Октябрьский проспект и областная администрация. Конечная остановка Родник. У Музея природы 23 автобус останавливаться не будет. Изменения в маршрут внесли для удобства учеников. Пока в 26 школе идет ремонт, ребята будут учиться во дворце детского творчества. Кроме того, со следующей недели станет чаще ходить автобус по маршруту номер 11С. С новым расписанием можно ознакомиться на сайте городской администрации. Фонд защитники Отечества сможет доплачивать за технические средства реабилитации участников СВО. Изменения в указ о работе организации внес президент России Владимир Путин. Речь идет о медицинском оборудовании, которое ветераны приобретают по электронному сертификату социального фонда. Это кресло-коляски, слуховые аппараты и протезы. Чтобы получить деньги, заявление писать не нужно. Средства будут поступать на карту МИР в течение пяти дней после оформления индивидуальной программы реабилитации. В настоящее время государственный фонд имеет право доплачивать за высокотехнологичные протезы, экзопротезы и в том числе спортивные. И у нас есть очень хороший положительный опыт. Ребята возвращаются в активную жизнь, занимаются спортом и адаптивной физической культурой. Узнать всю информацию о мерах федеральной и региональной поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов скоро можно будет на сайте Госуслуг. Там появится специальный раздел. Также у нас в рамках Госуслуг будет дополнительный раздел о тех типичных вопросах, которые возникают у наших подопечных. С 1 мая запускается новый формат нашего социального сайта, тоже на базе портала Госуслуг, где будут новостные мероприятия, будут рассказаны все наши социальные проекты, анонсы и все те проекты по нашим направлениям деятельности, медицинской, социальной, реабилитационной. Мы тоже можем все посмотреть на этом сайте. Сегодня студенты и юные активисты региона обсудили идеи для нового нацпроекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Цель проекта – поддержка подрастающего поколения. Проект – это инструмент для реализации долгосрочных, краткосрочных и близкосрочных задач и целей ребят. Поэтому вместе с ними обсудим, каким он должен быть, какие акценты должны быть расставлены, что нужно сделать здесь и сейчас для них, чтобы они почувствовали себя действительно реализованными, ну и, наверное, счастливыми жителями Владимирской области. В рамках национального проекта до 2030 года в регионе планируется отремонтировать 95 школ и 47 детских садов. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев. А сегодня ребята предложили свои идеи для поддержки молодежи Владимирской области. Волонтеры, которые участвовали в гуманитарных миссиях на Донбассе при поступлении в ВУЗ, ребята предложили добавлять им несколько баллов, дабы поощрить ребят, которые добровольно отправились помогать людям, оставшимся на освобожденных территориях. Также была идея связана с донорством, то есть внести это тоже в национальный проект и проводить какие-то всевозможные лекции на постоянной основе в ВУЗах и СУЗах нашей области. Студенты и преподаватели Владимирского индустриального колледжа рассказали выпускникам 11-й школы о современных рабочих профессиях. Специально для этого были приглашены и сотрудники крупнейших предприятий региона. Подробности расскажут мои коллеги. А сварщик с помощью специального аппарата, на конце которого игла, с высокой температурой, преодолевает вот такое сопротивление металла. Во Владимирском индустриальном колледже уверены, знакомить детей с профессиями нужно еще в начальных классах. С этим согласна и директор 11-й школы. Человек, который выбирает правильную профессию, тот не будет работать ни дня. Так нам говорил Конфуций. Правильный выбор – это то, что человек может выгодно вложить время. То есть вот он определился, что он будет сварщиком и совершенствует себя в этом пути. Работа с инструментом и техника безопасности. Тонкости профессии дети познавали через игру. За правильные ответы их награждали лампочками и звездочками. Нельзя ничего делать. Надо одеть перчатки, чтобы вот если тебя тронет электричество, чтобы тебя током не убило. Так что надо одевать перчатки. Индустриальный колледж провел встречу и со старшими классами. С ними пообщались представители крупных владимирских предприятий, которые нуждаются в новых кадрах. В первую очередь именно эти ребята, они делают продукцию, которая в дальнейшем реализуется и которая в дальнейшем приносит прибыль самой компании. Соответственно, это эти ребята по рабочей профессии кормят все предприятие. Основная цель встречи – развитие региона. Сегодня многие компании расширяют свои производства. В ускоренном темпе занимаются импортозамещением. Для этого требуются молодые специалисты, которые после обучения останутся в регионе. Планы на будущее. Но остаться в городе, работать. Город хороший. Если зарабатывать, как товарищ по металлообработке, 80-90 в среднем в месяц, то можно реализовать огромное количество планов. Обязательно, как все у стаканницы, заведу собаку. Рабочие профессии сейчас доступны не только для юношей. Современные технологии ломают гендерные стереотипы. У меня двоюродная сестра, она сварщик. И у меня есть пример, что можно выучиться девушкам на эту профессию. Владимирский индустриальный колледж – одно из немногих учебных заведений, которое готовит рабочие кадры сразу по множеству направлений. У нас очень много рабочих профессий, которые мы сейчас пропагандируем среди молодежи. У нас есть профессии такие, как наладчик станков и программирование с числовым программным управлением, токарь с числовым программным управлением, фрезеровщик с числовым программным управлением, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Значит, для девочек она особенно актуальна. Еще один стереотип, который потерял актуальность – работа на производстве требует тяжелого физического труда. На современных предприятиях почти все делают автоматизированные машины, а роботов необходимо обслуживать и программировать. Именно этому сейчас и обучают в колледже. Александра Реутова, Дмитрий Базаров и Евгений Адамов. К другим темам. Талые воды сделали непроходимой дорогу на улице Кирова в поселке Ставрово. В нескольких домах затопило погреба. Однако местные уверены, причиной их беды стала не только стихия. Подробности выяснял Илья Морозов. Резиновые сапоги – теперь уже неотъемлемый элемент гардеробы жителей улицы Кирова. Выйти из дома в другой обуви невозможно. Талые воды докучали и в прошлые годы. Однако такого потопа не припомнят даже старожилы. Люди уверены – причиной стали несвоевременные работы по прокладке канализационной трубы. Залила дома, залила участки и прошла туда на соседнюю улицу сзади. И вода идет там через дорогу. Но вся глина пошла также через дорогу на соседние участки. Короче, у нас на участке теперь слой глины. Вот и до сих пор течет. Просили приостановить работы, пока половодье. Сказали сроки. Будем копать. Вот они до сих пор копают. На нас никто внимания не обращает. Основной удар водной стихии приняли на себя три дома, расположенных в низине. Затопило отстойники, а также погреба. В спешке пришлось доставать съестные припасы. По словам местной жительницы Елены Фамовой, коммунальщики сказали, что в данный момент помочь не в силах. В понедельник подъехал прораб и начальник ЖКО. Нам был дан ответ, что сделать ничего нельзя. Просили машины откачивать. Нам отказали. Сказали, машин нет. Ситуации обеспокоены и автомобилисты. Говорят, что тяжелая техника окончательно испортила подмытую лужами дорогу. Теперь по ней сложно не только пройти, но и проехать. Почему испортили дорогу, единственную, может быть, в районе брусчатку? Может и неудобной, но она была классная. Кто принял решение в это время года прокладывать эти коммуникации? Так что всю улицу разворотили. В администрации поселка уверяют – это временные трудности. Работы по прокладке трубы займут ориентировочно еще 10 дней. Далее приступят к восстановлению улицы. К началу июня должны завершить благоустройство проблемной территории в полном объеме. На сегодняшний день составлена смета. Проводятся торги. Дорога будет восстановлена по всем стандартам. Виктор Ермаков также отметил – канализационная сеть, которую сейчас прокладывают, нужна многим жителям поселка. К ней подключатся дома на улицах Кирова и Советской, а также в новом микрорайоне, рассчитанном на 350 участков. Вся проблема стоит, что не все, наверное, сегодня понимают, что других вариантов просто сегодня нет. Надо просто завершить эти работы. Даже если их остановить, месяц бы назад остановили, сейчас остановим. То есть ничего не поменяется. О том, что в ряде домов, где находятся в низинке, это проблема не сегодняшнего дня. То есть подтопление огородов, снег никуда не денешь. Виктор Ермаков уверяет – администрация открыта к диалогу с жителями. Просьбы и жалобы не остаются без внимания. Илья Морозов и Дмитрий Шаталов. К новостям спорта. 9 апреля в Суздале стартует уникальный международный турнир Кубок губернатора Владимирской области по бильярдному спорту «Классик». В нем примут участие почти 200 спортсменов из России, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Казахстана. Название турнира символично. Его выбрали в честь одноименного фильма 98-го года. Многие сцены сняты в Суздальском гостинично-туристическом комплексе. Состязания пройдут в центральном зале Суздаль-арены. Почетными гостями турнира станут министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын, режиссер фильма «Классик» Георгий Шенгелия и исполнитель одной из главных ролей, народный артист РСФСР Сергей Никоненко. Это очень важный момент для развития регионального бильярда. Именно детского бильярда в том числе, потому что в наших командах будут представлены и дети. Ну и, конечно, в целом для России. Самое удивительное, что это первый в мире Кубок Мира командный пирамида, командные соревнования. Мужчина-женщина. Соревнования продлятся пять дней. Наш регион представит 10 команд. Поборется за пальму первенства и маленькая звезда отечественного бильярдного спорта 12-летняя Ксения Караваева из Мурома. Кстати, в прошлом году она стала серебряным призером первенства России. Это очень важно для детей. Мы всегда думаем и ищем национальную идею. И наша дисциплина – это русский бильярд. И мы сегодня считаем, что необходимо детей воспитывать в духе патриотизма. Их надо всегда, не только сегодня воспитывать, а в сегодняшнем политическом моменте, внешнеполитическом. Тем более. Дети – это национальная безопасность России. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. А итоговый выпуск новостей выйдет в эфир сегодня ровно в 19.00. Не пропустите. Продолжение следует...